Ну что ж, ребятки, мы уже в автобусе. Нужно постараться немножко поспать. Итак, друзья, мы снова в Ханое. Летели ребята тут головы со всех несогласных. Тюрьма, конечно, оставила сильно эмоциональное впечатление, надо сказать. Успешно выбравшись из тюрьмы, мы направились в буддийский храм. Он оказался здесь совсем рядом. Гудит, спина не поворачивается. А я что-то как-то неудачно вышла. Обуваемся и выходим отсюда. А направляемся мы на Трейн-стрит. Покажем его. Шли-шли. И знаете, нашли что? Вьетнанский университет какого-то искусства. Вот вход за мной. Сейчас зайдем на территорию, если нас пропустят. Можно? Он меня понял, спросил, можно? Все так миленько, симпатичненько. И в статуях. Вот, пожалуйста, Венера Милоская. Сзади меня, похоже, главный корпус. А вон там всякие ученические. Там видно, что полотна такие стоят. Обучаются искусству. Пожалуйста, современное искусство. Я в окошко там подглядела. Там девчонки рисуют и лепят. Ребят, вот это смотрится просто потрясающе красиво. Тетенька такая. На ровной-ровной глади воды. Очень все так красиво здесь. Водушевляет. Вдохновляет, я бы сказала. Симпатично. Нашли голову Виктор... Тордео. Тордео. Да, Виктор и Тордео нашли голову. Почитали в Википедии кто это. Казалось, что это французский художник. Вот сейчас картины его посмотрели. В интернет. Ребята, мы нашли эту знаменитую улицу. Сейчас я вам все покажу. Смотрите. Здесь проходит поезд. Рядом непосредственно с ним ведется и торговля, и какие-то кафешки расположены. Смотрится это дело очень прикольно, правда. Вот что-то наподобие вот такой вот улицы в Таиланде есть. Там где тоже рынок такой разложен прям вдоль рельсов. На карте называется Стрит Трейн. Все сидят, кушают. Нас тут обработать пытаются, но здесь поесть нечего. Мы его боели. Только попить. И знаете, что мы нашли на этой улице? Эгг кофе. Именно то кофе, которое я и хотела очень сильно попробовать. Кофе с яйцом. А пока мы все ждем, когда поезд пойдет. Народ развлекается на путях. Я тоже хочу такую фоточку. Потом народ разойдется. Я тоже такую фоточку хочу. А, забыла сказать. Эгг кофе стоит 40 тысяч тонгов. Попросили всех отойти. Потому что поезд приближается. Встаньте, говорит, встаньте. А, здесь на полу нарисована желтая линия, за которую нельзя заходить. Где-то он там едет, едет. Ура! Екша! Здорово, поезд-то! Колоритненько так. Интересненько. Вот это вот классное впечатление, конечно. Необычные такие. Ребятки, поезд ходит не так уж и часто. Это расписание поезда. В 6, в 9, в 13, в 15, в 14, в 30, в 19, в 30, в 20, в 10. А тем временем и мой кофе с яйцом подоспел. Выглядит как обычный кофе. Сейчас попробуем. Во Вьетнаме, что только не попробуешь, сегодня ни разу в жизни не пробовал. Сейчас желание помешать. Вот, правда, выглядит как тирамису. Попробуем. Ммм, вкусно! Такой вкусный, необычный. Да, вкусно. Здорово. Во, класс. Если не пробовали, будете вы в Вьетнаме, обязательно попробуйте. Очень необычно. Вот, ребят, с поездом-то вроде ничего особенного, да? Ну, поезд и поезд, но едет и едет там, да, вдоль этой улицы. А что-то такой детский восторг, прям вообще, такие впечатления, эмоции прикольные. По крайней мере, впечатления перебили, вот впечатления такие гнетущие после тюрьмы. Ну, реально. Решили в парк зайти, чтобы немножко передохнуть от городской суеты, вот этой сумасшедшей динамики. Вход оказался платный на нас на двоих, 80 тысяч донгов, по 40 донгов. Здесь в парке находится памятник двум лидерам. Кто они, мы, к сожалению, не знаем, не расскажем, потому что информации по ним нет. Здесь столько спортсменов в этом парке. Кто йогой занимается, кто бегом. Прям одни спортсмены. После суетного и громкого ханой здесь прям оазис. И как вы думаете, где мы? На такой цене залезем, наверное. Мы на очередной остановке. Ждем 32-й автобус, болтаем ножками и едем в цитадель. Знаете, ребят, все-таки классная штука. Google транспорт. Потому что хотелось за день посмотреть очень много всего. И вроде бы оно как бы и не очень далеко друг от друга находится. Но ходить ушатаешься вообще просто, убьешься. И очень рекомендуем, если вдруг у вас очень мало времени, и вы находитесь здесь один день, а посмотреть тоже надо много, подключайтесь к Google картам и смотрите, как ходят автобусы. Потому что с ними, конечно, гораздо проще. Такие же все-таки вьетнамцы, люди спортивные. Вот до работы, а у них гимнастика. После работы у них гимнастика. Музыку включили. Выползли. И давай рукаем махать. Недалеко от цитадели, точнее, прямо напротив него, находится дом правительства. А вот и вход в цитадель. Ребятки, по всей видимости, в цитадель мы сегодня уже не попадем. К сожалению, не получится. Но пройти, наверное, нам не разрешат. Закрыта цитадель. Не попадем в цитадель. Хотели прикинуться валенками. Сказать, что мы глупые туристы, вообще ничего не понимаем, какой вход, где вход. Потом совесть замучила. Решили не разыгрывать эту драму. Ребят, смотрите, как забавно. Видите, здание такое. Вроде красивое все такое. Престижное. А там на веревочке бельишко висит. Так смешно. О, ребятки тут играют. Как, ребятки, мужички. Бомбинтончик режется. В Ханое очень много таких необычных строений, оставшихся, видимо, после французской колонизации. Но, что удивительно, они их практически не реставрируют. Там кто-то живет. Вон, видите? Но полное ощущение, что какой-то дом ужасов. Вот про что я говорю. Вот прям страшненько. И мы по карте посмотрели, что это такое за здание. Оказывается, это пинг-понговое. И вот наш путь завершился опять северными воротами. Видите, какие дырки. После бомбежки. Проходим сейчас по дороге. А тут смотрите, как дерево своими корнями постройку захватило. Видите? Знаете, что напомнило? Ангкор в ад. Знаете, ребят, что еще можно делать в Ханое? Кроме как просматривать достопримечательности. Здесь еще можно шопиться. Здесь очень много всяких маленьких магазинчиков с одеждой. И одежда такая достаточно прикольная, нетривиальная. Но и цены, соответственно, ниже, чем у нас. Вот. Просто если останавливаться еще на шопинге, то нам одного дня бы точно ни на что не хватило. В вечернее время все после работы начинают возвращаться, забирать своих детей с учебных заведений. И, конечно, такие пробки начинаются. Просто жесть. Так сложно становится перейти дорогу. Со всеми нашими сегодня бродилками уже вечером мы еще не обедали. Зашли на эту же улицу, на которой были вчера, но в другое кафе. Решили взять себе хот-пот. Хот-поты здесь стоят по 200 тысяч донгов. Цены на самом деле одинаковые. Решили взять суп с морепродуктами. А в планах сегодня посетить еще латэ-центр Ханой. Это такое высокоэтажное здание. 67, по-моему, этажей. У которого стеклянный пол. На стеклянном полу мы пока еще не гуляли. В планах посмотреть вечерний Ханой с высоты птичьего полета. Вот кастрюльку нам уже принесли. Принесли нам нашу тарелку. Там в ней мясо и рыба. Сейчас все забрасывают туда. И хлеб. И еще два дошика. А, это не хлеб, это кукуруза. Кукуруза, сыр, мясо. Упало на стол. Его туда тоже засунули. Еще грибы мои любимые. Сейчас мы туда покидаем. Нам покидают. И будем ждать, когда все это дело закипит. Ну что ж, друзья, хот-пот с супом оказался гораздо более вкусный и сытный и дешевле, чем мы брали вчера. Жареный. И кто сказал, что мы совсем экономим? Мы не совсем экономим. Вот люди экономят. Вот сидит за Илюшкой, точат дошек. Европеец, между прочим. Говорят, что европейцы жируют. Не жируют. Вот прямое тому доказательство. Он-то хорошо ему, вкусно. Итак, ребят, чтобы уехать в это лоте, нужен 9-й автобус. Карта показывает, что 9-й автобус останавливается где-то здесь, на центральной площади. И вроде как мы нашли, что автобус номер 9, вот он. А пока еще непонятно, то ли это его остановка, то ли он здесь просто стоит. Как бы выясняем. Ну и что, вроде бы как мы все правильно поняли. Сели в этот 9-й автобус. Действительно остановка здесь. И теперь едем. А ехать нам далеко. Гугл рисует, что нам нужно 9 или 10 остановок проехать. Билет на автобус стоит 7 тысяч донгов. По всему городу 7 тысяч донгов. Без разницы, куда вы едете. Итак, друзья, ну мы на месте. Вот он, этот небоскреб. И мы ищем вход на лифт. Потому что там вот, это вход в сам отель. Нам нужно вон туда забраться. И кажется, вот он вход. Мы идем на эскалатор. И спускаемся для начала вниз. Сейчас узнаем, сколько будут стоить билеты. Потому что здесь вообще написано латэ март. Может и вход не здесь. А нет, здесь. Вот касса. Итак, билет стоит 230 тысяч донгов. И 170 по дискаунту. Это если после 10 часов. Проходим. Тут прям хой ан. Итак, нас ждет лифт. Заходим в лифт. И поехали. Выключился свет. По дисконту в полцены можно зайти только один час. Ну да, это совсем не полцены. Уши закладывает. Высоко поднимаемся. Смотрите, планета рисует. Мы должны были это увидеть. Кажется, мы приехали. Да, выходим. Хеллоу. И так, что мы видим. Ой, как уши закладывает. Ух ты, какая красота. Боже. Ребятки, как тут круто. Классно. Можно на стульчиках посидеть. И просто любоваться невероятным видом на ночной ханой. Какой он красивый. А тут интерактивное полотно. 360 градусов на ночной ханой. Итак, вступили на стеклянный пол. И под нами такая красота. Уху. Круто. Да, ребятки, хоть пол здесь не такой огромный, как в Таиланде. Но все равно это необычно. Здесь прям страшнее. Место для фоточки. Романтической. Ну, а тут всякие коктейльчики продаются. Тут какая-то детская часть. Здесь еще есть какая-то развлекуха. Мы еще пока не поняли, что нужно толком делать. Но нужно проштрихкодировать. Картинку выбрать. И что-то на ней написать. Ребятки, я все думала, где можно сказать эти слова в городе Ханой. Сначала думала, что у Мавзолея. Но потом решила, что здесь на высоте, такой огромной высоте, это будет как-то более значимо. Знаете, спасибо всем, кто подписывался на наш канал. Спасибо огромное всем, кто поддерживал нас в этом путешествии. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Спасибо. Ребята, вы самые лучшие у нас. Да, пускай у нас вас не так сильно много, но все равно вы у нас самые лучшие. А еще на самом первом этаже в Латте есть огромнейший супермаркет. И здесь можно купить кофе по очень выгодным ценам. А если выйти из Латте и повернуть сразу налево через дорогу под мостом, то есть еще один здоровый шоппинг-молл. И, кстати, если вам нужно будет вернуться в старый город, то и автобусная остановка находится в этом же направлении. Итак, от торгового центра 9 минут пешком. Один очень страшный переход дороги. И мы на автобусной остановке. Нам нужен автобус номер 22А, который довезет нас практически до нашего отеля. Забыла сказать, что автобусы ходят каждые 15-20 минут. А до какого часа, к сожалению, сказать не можем. Вот сейчас 10 часов вечера, и автобусы еще пока ходят. И мы направляемся в наш отель отдыхать, собирать наши вещи, потому что завтра мы уже улетаем. Ча-ка-ка! Печали!